Друзья, мы с вами вышли на площади Калинина. Мошек полно, даже на камеру садятся, не говоря уже о глазах. Вышли мы на площади Калинина, полюбуйтесь ее красотой старинной. Новостроек здесь, конечно, нет. Здания все серенькие. Но здесь есть, как и в Санкт-Петербурге, метро прямо под домом. Новосибирский метрополитен, станция Заельцевская. Так что, не знаю, от этого дома, наверное, не лучше, потому что весь он бедный в трещинках. Как бы там еще сверху ничего не упало. Ладненько, это все шутки, ребят. На той стороне площади я наблюдаю здание книжка. Старинная книжка. Очень старое здание, потому что... Манускрипт какой-нибудь. И на нем табло, на котором высвечивается направление ветра северный, 0 метров в секунду. Да, отсюда только я могу увидеть. 52% влажности, 739 миллиметров ртутного столба давления. Температурка плюс 28 стала. И время местное 20-14. Так, а последний автобус у нас отсюда уходит в 21.55, по-моему, сказал мне водитель. Так что, надо будет постараться мне сюда добраться. Потому что пешком отсюда до места добираться очень тяжело. Блин, мошки достали. Июль начался, блин. Месяц мошек. Ладно, ребятки, сейчас я подумаю и определюсь, куда мы с вами рванем все-таки. Как минимум у нас с вами полтора часа. И надо использовать его по полной программе. Давайте пройдемся по проспекту Калинина. Я там уже видел, там новенькие здания построены. А мы и новенькие, и старенькие с вами посмотрим. Так что, не переключайтесь, прогуляемся вместе с вами. Лето в самом разгаре. Но ночь, кстати, здесь бывает холодной. Потому что вот днем разогревало 30, пока я стоял, ждал выгрузку. А ночью-то уже опустилось до плюс 14. Так что, пришлось ложиться под одеяло. Идем мы с вами по Красному проспекту 155. И справа у нас общественная приемная Единой России. А батюшка, а матушка. Интересно. Очень старинное здание. А слева от нас, как обычно, стеклянный Урал Сиббанк. Сиббанк. Урал Сиббанк. Ну и, конечно, деловой центр Европы. Все в стекле. Эх, а за ним интересное здание в виде бокала. Снизу узкое. А кверху расширяется. Какой-то неправильной формы, да? Блин, нам получается, надо как-то на ту сторону перебраться. Потому что справа у нас здания такие старинные, панельные. А хочется посмотреть что-нибудь красивичное. Да. Так, сейчас я узнаю. Сейчас я узнаю, где здесь переход. И мы лучше макнем на ту сторону. К тому же, там действительно такие большие здания со шпилями. Ой, а вдалеке там цветной городок. Так, все, я уже решил. Нам надо идти на ту сторону. Где переход? Сейчас посмотрим. Сейчас мы пройдем чуть вперед. В сопровождении красивых, разукрашенных заборчиков. И перейдем на ту сторону, да. К тому же, там вот красот побольше. Хочется узнать, что вот это за здание. Может быть, это так же, как три башни близнеца. Ну, там адмиралы. А здесь, может быть, генерал. Давайте посмотрим, где переход. Где переход. Пока ищем переход, посмотрим на старенький город. Интересно, все вперемешку. Старенькое с новеньким. Ну, этот Роял Парк. Ночью, наверное, глаз не оторвешь от цветового оформления. Он уже сейчас переливается всякими цветами. Да, можно как в отражении себя посмотреть. Сейчас мы, наверное, это и сделаем. Так. А слева от нас... А слева от нас здание построено, но там все пусто. Там нет ни одной занавесочки. И оно, походу, сдается в аренду. Это нам не интересно. Ух ты! Да, хотел я заглянуть в свое отражение, посмотреть. И ручкой вам помахать. Вам меня видно? Мне себя видно. Что у нас здесь? А здесь у нас детский городок. Красота. Какие горки высокие. Не дай бог ветер поднимется. Но ветер сегодня нулевой. Так что волноваться не о чем. Но внимание терять нельзя. Дети есть дети. Так. А где же все-таки переход-то? Сейчас, ребятки, я определюсь. О, кстати. В той стороне тоже высоточки стоят. Симпатичные, но далековато. Нет, меня больше притягивает на другую сторону. Сейчас определимся. Так, пешеходный переход. Ага, и вижу я вдалеке светофорчик с пешеходным переходом. Сейчас мы туда с вами и пройдем. Только немножко ускоримся. Ну что ж, перемахнем красный проспект. на другую сторону. Я вижу. Здание это новенькое тоже. Еще даже ни одной занавесочки. Да, оно еще и не достроено. Так, а как это у нас место называется? Ух ты! Как хорошо пострижем газончик. У нас тут место отдыха, да? Так, нет. Я не вижу тут пока никаких памятничков. Чтобы могло привлечь мое внимание. Так что давайте продолжим немножко вглубь. Зайдем проспекта. И посмотрим на те домики, которые мне привлекли внимание. Я думаю, они вам тоже понравились. А магазин называется Золотое яблоко. Ух ты! Здесь у нас фонарики, наверное, ночью будут красиво подсвечиваться. Не знаю, это темно. Я вот догуляюсь здесь. Нет ли? Да. Здание неплохо задумано, но оно еще в плане строительства. Так. Чтобы нам сократить время, давайте мы пробежимся. Субтитры сделал DimaTorzok Можем немножко поснимать? А вот у нас новая кинозвезда. А как зовут? Кими. 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 Да. А что за порода такая? Прекрасная. Прекрасная. Ясно. Спасибо большое. Хожу, снимаю про ваш Новосибирск. Вот красоту такую увидел. А вы не подскажете, что вот за здание такое стеклянное, большое? А, да это уже строится, новое все. Строится. А, он еще даже не функционирует? Нет, он еще не сдан. Ясно. А тут тоже, смотрю, квартал не так давно вырос у вас, да? Да. домик. Как вас зовут? Александр. Александр, Михаил. Спасибо большое вам. До свидания. Так. В общем, вот небольшая информация. То стеклянное здание в виде бокала оно еще строится. а вот здесь батюшки я думал здесь что-то интересное а здесь какой-то ангар. Так, минуточку. Ворота вижу. А, здесь мини-футбольное поле наверное какое-нибудь. Да, ворота есть. Газон смотрю искусственный лежит в мешочках. Значит он еще или строится или в плане реконструкции. Ну ладно, в любом случае проход туда закрыт на два замка. Так что мы туда не пойдем. Сейчас, ребятки, хотел я вас к этому домику подвезти поближе. А почему бы и нет? Давайте прогуляемся. в следующем году. Редактор субтитров Друзья, ну вот и дошли мы до этого стеклянного строящегося здания. Говорят, что оно должно быть живое, а я так думаю, что оно, скорее всего, должно быть офисное. Здесь у нас небольшой искусственный фонтанчик, здесь мы не пройдем к нему. Нет, давайте пройдем вот этой стороны, потому что с той стороны я не знаю, где обходить. А здесь вроде как тропиночка, мошек тьма, не могу. Днем солнце полит, а вечером уже мошки долбят. Так, ну вот, да, по всей видимости, оно еще не достроено, точнее оно достроено, но нету никаких в нем признаков жизни, еще, наверное, в плане отделки. А мы давайте вот с этой площадки понаблюдаем. за целый, за целый, давай, слово-то такое, экспозиции новых домиков. Эх, блин, а там вот так. Я думал, что тут заборчик будет пониже, а этот заборчик, походу, выше меня. Придется вот так встать. Там, смотрите, новые два брата-близнеца тоже стоят. Что за здание? Если там, я уже знаю, трех адмиралов, то здесь еще пока не знаю, ребятки, расскажите. Здесь вот тоже здание уже, походу, ух ты, вот эта высота, но она уже заселенная, да, даже гаражик, вон, видите, под зданием. Вот это я понимаю, все правильно. Дом построили, если такой большой, будьте добры, обеспечьте всех подземными гаражами. Ой, а внизу у нас с вами мостик, который может нас перевезти на ту сторону, но на ту сторону нам не надо, поскольку мы отсюда так все хорошо видим. Здание с закругленными такими внизу башнями. А, это вот и есть, наверное, точно, это и есть подземная парковочка. Только здесь она не подземная, а надземная, рядом с домом. Да, скорее всего так и есть, и сразу же рядом автосервисы вырастают. Все правильно, сервисы должны быть под рукой. Так, вот чего я заметил, ребятки. И сейчас, возвращаясь опять на Красный проспект, полюбовались мы зданием. Ух ты! А с этой стороны оно еще красивше. Даже, говорю, сделан как будто бокал. Вот такой бокал если налить, до конца жизни хватит посасывать через трубочку. В общем, устал я сгонять мошек и с экрана камеры, и с лицам, блин. Это кошмар какой-то. Да, солнышко у нас, кстати, пока мы идем, уже спряталось за тучи. Вот, я к этому зданию вас вел, да? И сейчас мы здесь-то не пройдем, огорожено все. Пройдем мы сейчас через калитку, через забор уж не по леске. Блин, а где калитка? А калитка только там, где я заходил. Ехал, блин, даже здесь не пройдем. Ну что ж, пойдемте, обойдем.